МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 113 призывников из Сатарстана отправляются сегодня на службу. В феврале все пытаюсь уйти, все никак не забирали, тут наконец-то забрали. Ура! В каких войсках будут служить новобранцы? Анна Городнова. И все-таки он возвращается. Я проехал всю Россию много раз. И Казань очень важный город. Чего хочет Григорий Явлинский? Выслушал Дмитрий Иринян. Новые достижения республики. Было очень тяжело, конечно. Для этого требуется набрать определенное количество баллов. На первых всероссийских соревнованиях по конному спорту в Казани побывал Сергей Хайдаров. Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Об этом он заявил сегодня в Нижнем Новгороде на встрече с работниками ГАЗа. А чуть ранее в Москве его об этом просили тысячи добровольцев страны на форуме. Как развивались события целый день, следила Елена Веселова. У добровольцев очень большие планы на будущее. В планах на будущее, конкретно на 2018-е, добровольцы спросили и у Владимира Путина. Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся с нами? Я всегда с вами. Ведь я уже сказал, у нас это семейное. Как объяснил Владимир Путин, пойти на новый президентский срок, решение ответственное, мотивом может быть только стремление улучшить жизнь людей. А для воплощения этого нужна поддержка. Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение. Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время. И оно будет принято в ближайшее время. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию. Отметим, что такую реакцию выразили более двух тысяч волонтеров из всех регионов страны. Это в том числе и 20 активистов из нашей республики. Добровольцы Татарстана в числе лучших волонтеров на форуме получили и награды. Наших отметили в пяти номинациях. Более 50 тысяч волонтерских часов ребятами было отработано. Волонтеры посвятили свое личное время во благо республики. Очень рады, что оказывается такое внимание волонтерам. Мы рады, что поддержка будет для волонтеров оказана еще больше. Решено, что следующий год в стране будет объявлен годом добровольца. Как отметил Владимир Путин, главная сила России – великодушие. Обещанное же решение по поводу своего выдвижения президент огласил сегодня же на юбилее газа. Буквально через час после форума. Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили то, что если вас народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Газ за вас! Газ за вас! Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Россия! Россия! Официальное выдвижение кандидатов начнется, когда стартует избирательная кампания. О ее начале должны объявить в этом месяце. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, ТНВ. Мы должны забыть все свои обиды и достойно провести выборы президента России. Рустам Мениханов сегодня на заседании медиаклуба при полпредстве республики говорил о том, что сейчас важно достойно провести выборы. Мы живем в непростое время, но так получилось, что никто не хочет, чтобы Россия была сильной. Все хотят, чтобы она была послушной. Мы должны все объединить наши интересы, забыть про все обиды и показать единение нашей российской нации и оказать поддержку будущему нашему президенту. Одной из самых обсуждаемых тем этого дня и прошедшей ночи стало решение Международного Олимпийского комитета. Он вынес жесткий вердикт. Российские спортсмены смогут выступать лишь под олимпийским флагом, а во время медальной церемонии слушать вместо национального гимн Олимпиады. И даже за такую путевку смогут побороться только спортсмены с идеальной допинговой репутацией. Ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом или бойкотировать игры. Мнениями на этот счет весь день делились спортсмены, тренеры и политики. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался, что сейчас нужно исключить эмоции, ведь решение МОК еще требует глубокого анализа. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович уже призвал спортсменов поехать на игры во что бы то ни стало. Это в большей степени зависит не от наличия цветов на униформе. Мы все знаем, что они представляют Россию. Этого никто запретить не может. Нам не важно, что думает Олимпийский комитет, отметил вице-премьер. Напомним, из Татарстана в Пхенчхан готовились поехать 8 спортсменов. И вот что о ситуации сказал экс-министр спорта республики, бывший исполнительный директор Олимпийского комитета России Марат Бариев. И уже в конце дня однозначный ответ, которого все ждали о возможном участии наших спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом дал президент Владимир Путин. Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве, сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода. К другим темам. Татарстан будущего. Сегодня в Москве на специализированной выставке были показаны все изюминки ближайшего будущего. Юнибусы и юнитраки, высокоскоростные поезда, пароходы оценил Дмитрий Медведев. Почему из всего этого многообразия татарстанцы во главе с Рустамом Менихановым сделали выбор в пользу велосипедов, знает наш собственный корреспондент в Москве Дина Газалиева. Быстро, с комфортом, да еще с экономией энергоресурсов. Транспортная выставка, открывшаяся в центре Москвы, дает большой простор для фантазии. Увидеть на форуме транспорт будущего, причем ближайшего, проще простого. Например, вот эти высокоскоростные системы Skyway. Так называемые рельсовые автомобили на стальных колесах передвигаются над землей. Юнибусы представлены и в натуральную величину. Сегодня также любой желающий может совершить и виртуальный тур до Казани по высокоскоростной железнодорожной магистрали. Отдельное внимание на выставке развитию электротранспорта. Но у татарстанцев и здесь свой приоритет – велосипеды. Этот новый трехколесный велосипед еще только, можно сказать, вышел в рейс по Альметьевску. Город нефтяников уверенно держит пальму первенства среди российских городов по обустройству велоинфраструктуры. Есть у них специальный замок, туда встроена ГЛОНАСС, сим-карта, специальный замок. Можно достать свой телефон и по принципу ОБЕРа открыть приложение ГОБАЙК. Мы видим ближайший велосипед. О том, что система новая и еще только тестируется, татарстанцы рассказали сегодня и премьер-министру страны. Дмитрий Медведев известен своей любовью к двухколесному транспорту, поэтому к татарстанским ноу-хау он тоже не остался равнодушен. Велосипед просто с шипами. На самом деле очень интересно, по льду кататься, просто удовольствие получаешь. Немножко похоже на горные лыжи, потому что тоже морозный воздух. Главной целью сегодняшней встречи руководитель регионов с премьером стало подведение итогов федерального проекта «Качественные дороги». Среди тех, кто отчитался за сделанное перед председателем правительства по видеосвязи и мэр Челнов Наиль Магдеев. В текущем году нам удалось увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих нормативу на 10%. Их сегодня 70. И ликвидировать 11 мест концентрации ДТП. В будущем году благоустройство и строительство дорожной инфраструктуры обещали продолжить, с учетом мнений жителей. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Главный вопрос в благоустройстве дорог этих дней – это их уборка. Четвертый день снегопада, переменчивая погода, которая только сегодня преодолела отметку 0 градусов и температура ушла в минус. На дорогах гололедится и занос, а на крышах домов – снежные шапки. Как расставляются приоритеты и кто справляется с уборкой, когда снег идет, не переставая, выясняла Альбина Минебаева. С колясками заходит и просто заходит, все в порядке у нас. Бизнесменный дворник в одном лице. Любовь Данилова последние 4 дня постоянно меняет работу за кассой на лопату. Вот 4 дня идет, 4 дня убираем. А что, вон какие сугробы, естественно, убирать надо. Жителям улицы социалистической приходится позабыть о пешеходных дорожках, это с приходом зимы. А вот о чем уж точно не стоит забывать, так это о безопасности. Четвертый день снегопада, над крышами уже глыбы снега. Ну, опасно, да, особенно вот над подъездом. Козырек маленький. Снежная пелена на дорогах, а на крышах снежная шапка. Ледяные сосульки нависли над жителями домов по индустриальной и социалистической. В подъездах висит сосульки, пока не позовешь. Они сами не ходят и не смотрят. Я ни разу не видел, чтобы они сами пришли. Трехэтажки, вот эти все дома, вот они имеют скаты. И таких домов только у управляющей компании авиастроительного района около 300. А по всей Казани почти 3000. Снега много, а дворников не хватает как минимум вдвое. Приоритеты делаем там, где создают какую-то угрозу, например, с этой шапки на пешеходной зону, то в первую очередь это убираем. Прохожих нет, давайте, начинайте. Коммунальщики подключают на работу одной крыши до трех бригад. Это 9 человек. В казанских травмпунктах не говорят о наплыве пациентов. Но вот в Челнах уже есть первые жертвы гололеда. Накануне девочка подскользнулась на трамвайной остановке. Нога ушла под колеса. Ребенка экстренно доставили в больницу. Часть стопы есть. Полностью стопа, да, не отсутствует. Были вызваны необходимые профильные специалисты, оказана помощь. А вот от заметенных улиц в Нижнекамске пострадали автомобилисты. Сегодня с 7 до 9 утра произошли 8 аварий. Автолюбители винят дорожников. А тяжело ездить? Тяжело, особенно по дворам, там вообще не чищено. Ночью работала у нас техника в полном объеме. 10 машин. В Нижнекамске сегодня работало 25 единиц техники. Это не считая дворников. В Казани, по словам коммунальщиков, все эти дни снегопада работники разгребают снег с 3 утра и без выходных. Альбина Минебаева, Марат Зайдулин, Альберт Шафигулин, Ильшат Аюпов, Эльвира Софиулина. ТНВ Нижнекамск, Набежный Челный, Казань. 10 из 1000 в Татарстане в спешном порядке сдают дома с капремонтом. Надо успеть до конца года. С задержкой закончили объекты в Муслюмово, Казани, Альметьевске и Челнах. Еще 33 дома по Татарстану не прошли проверку жилы инспекции за нарушение внутренней отделки. А с шестью подрядными организациями из-за срыва планов прерван контракт. На следующий год капремонт пройдет в 1040 домах. Во время производства работ было больше, чем обычно жалоб по протечке кровли. Потому что в апреле в мае месяце начались работы. И вы знаете, с июня по август каждый день природа нам дала такую погоду, что шли дожди. Но эти все замечания устранены. За счет средств подрядных организаций сделаны ремонты в тех квартирах, которые подверглись отоплению. Вот таких жалоб было больше всего. Тысяча квадратных метров, где пилят, сверлят и варят. Казанская ярмарка превратилась в одно большое машиностроительное производство. Здесь соревнуются участники регионального этапа чемпионата рабочих профессий. Алина Бережная пообщалась с теми, кому доверят машины будущего. Шамиль Хакимов в движении WorldSkills не новичок. Уже третий год показывает свои навыки в компетенции командной работы на производстве. Он уже в составе сборной Татарстана. Я участвовал не первый год и планирую в этом году пробиться на чемпионат мира. После чего приходилось оставаться на дополнительных занятиях, чтобы повысить свой уровень. Пилят, сверлят и варят. Три дня и всего 22 часа на изготовлении макета грузоподъемной машины. Задание выполняется в командах. Здесь у каждого своя ответственная миссия. Команде надо уметь делать действительно очень много. Также задания достаточно сложные и очень мало времени. Команды должны уметь строить стратегию, уметь быстро работать, понимать, что им сделать выгоднее, на чем они могут выиграть баллы. А здесь шесть студентов превращают кусок железа в паровоз. Правильно сделать замеры, рассчитать время и аккуратно вырезать детали. Любая оплошность и проект не получится. В моей компетенции очень важны теоретические и практические знания, потому что без них собрать не получится. Конкурсанты очень хорошо готовились на базе колледжа. И, соответственно, на сегодняшний день, я думаю, борьба будет весьма-весьма упорная и довольно-таки равная. Имена победителя отборочного этапа будут известны в пятницу. Лучшие молодые профессионалы в следующем году отправятся в Южный Сахалинск, где представят Атарстан на национальном уровне. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Эффективная работа для оборонно-промышленного комплекса страны. Сегодня в Казани стартовала третья по счету научно-практическая конференция. Здесь обсудят актуальные вопросы по использованию современных методов и инструментов управления для повышения производительности труда на предприятиях ОПК. В конференции принимает участие 132 участника из 37 регионов страны. Сегодня прошла и выставка. Ее посетил премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. Чуть позже на конференции он рассказал о потенциале Татарстана в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как заявили сегодня, у ОПК с этого года появится и свой кадровый резерв. Заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев призвал самих руководителей предприятий показывать эффективную работу. На территории Татарстана расположено 26 крупных и средних предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые производят боеприпасы и спецхимию, самолеты, вертолеты, корабли, обычное вооружение, авиационные двигатели, системы управления и опознавания. Личная вовлеченность руководителя, личная вовлеченность персонального – это и есть залог успеха. Когда нет заинтересованности, нет внутреннего состояния человека, руководителя быть эффективным, то система не работает. Григорий Явлинский высказался в поддержку обязательного изучения татарского языка. Известный российский политик сегодня приехал в Казань. Напомним, лидер и основатель «Яблока» одним из первых изъявил желание стать президентом в этой избирательной кампании. Это его четвертая попытка. Он хочет изменить, что хочет изменить Явлинский и как ему сегодняшнее. Казань узнал Дмитрий Аринин. Татарстан – важная часть России, очень важная. Наша республика стала одной из первых в турне, что ознаменует возвращение Григория Явлинского в большую политику. Для этих президентских выборов лидер «Яблочников» подготовил программу экономических преобразований. И главное в них – новые межбюджетные отношения. Между регионом и центром распределение должно быть 33, 33 и 33%. Особо хочу обратить внимание, что 33% должны быть на уровне муниципалитетов. Говоря о региональной политике, Григорий Явлинский выставил в поддержку обязательным изучением государственных языков. Если говорить о том, что кто-то не хочет изучать, так можно не хотеть учить. Математику можно не хотеть учить. Да всё можно, дети ничего не хотят учить иногда. И что теперь? Тут, конечно, можно накручивать, возбуждать, но это только свидетельствует об уровне, куда это всё опустилось. Как ещё рассказал политик, ему всегда нравится приезжать в Татарстан. А Казань он считает одним из красивейших городов. Я проехал всю Россию много раз. И Казань очень важный город, трогательный, очень красивый. Добоим, что Григорий Явлинский сейчас лишь один из двух десятков возможных кандидатов в президенты, которые объявили о своих намерениях. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Коррупция – это вирус, а взятка – дорога в тюрьму. В Казанском Кремле сегодня нагрозили победители антикоррупционных творческих конкурсов. Среди претендентов было больше 900 рисунков и сочинений, 250 публикаций и сюжетов в СМИ. Среди победителей – от первоклассников до профессиональных журналистов. Наградили и трёх сотрудников ТРК «Новый век». Корреспондента «Семи дней» Сергея Темлякова, ведущего программы «Татарстан без коррупции» Гульнару Тимуршину, и редактора новостей «Болгар-радиосы» Гульнару Шагабилу. А сегодня по разнообразию детского творчества в Татарстане о вреде взятеличества знают со школьной скамьи. Добровольные по зову сердца звания рядового сегодня получили 113 новобранцев из Татарстана. В республике продолжается призывная кампания. С октября ряды вооружённых сил страны пополнили почти 2500 татарстанских призывников. Почему сегодня на проводы пришёл герой Отечества, знает Анна Городнова. Всегда не забывайте, что вы выходцы из республики Татарстан, прославляйте родной Татарстан. В дороге призывникам предстоит провести не один день. Кто-то поедет до места несения службы на поезде, кто-то полетит на самолёте. С собой призывников ничего лишнего. Форма уже на них, а в специальных чёрных сумках предметы личной гигиены. Также призывникам выдали специальные сим-карты и банковскую карточку, куда ежемесячно будет поступать по 2000 рублей. На службу сегодня отправляют 113 новобранцев из Татарстана. Среди них братья-близнецы из Альметьевска, Ильдар и Ильнар Шихайдаровы. В школе они активно пользовались тем, что похоже. В армии говорят, шутить не будут. За год привыкнут, конечно, нормально. У меня родинка есть, поэтому отвечают. От всей души хочется вас поздравить и желать вам всем огромного счастья. Поздравить будущих защитников пришли герои России, ветераны войны, а также представители духовенства. Рафиз Габдрахманов из Бугульминского района ждал отправки почти год и специально не устраивался на работу. С февраля всё пытаюсь уйти, всё никак не забирали, тут наконец-то забрали. Ура! Надо отдать долг родине, всё-таки, чтобы быть настоящим мужчиной. Военный билет нужен для хорошей работы. Да и мир повидать, например. Я буду на море служить. Призывников отправляют сухопутные войска, войска центрального подчинения ВДВ. Нести службу будут на Дальнем Востоке, в Центральном и Западном военных округах. Всего на 6 декабря отправлено с республики Татарстан 2428 человек. Из них около полутора тысяч с высшим и со среднеспециальным образованием. Практически ежедневно по 100 человек уходят на службу. Призы завершится 17 декабря. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Грива в косичках, сахар как стимул и полная тишина в зале. Сегодня в Казани открылись всероссийские конно-спортивные соревнования. Конкур темой отличается от скачек, что любой звук может смазать всё выступление. Сергей Хайдаров увидел, кто стал сегодня самым удачливым наездником. Вот так совсем не похоже на шумные скачки идут выступления по выездке. Ведь неожиданный звук может сбить животное. Алексей Димаков со своим напарником Негусом выполнили все элементы. Говорит, удачу им принесла традиционная примета. За идеальным исполнением элементов стоят годы тренировок. Лошадь должна прекрасно понимать своего хозяина. Но управляет наездники ею с помощью своих ног и корпуса тела. И по оценке жюри, чем меньше заметно воздействие наездника на лошадь, тем лучше. Соревнования всероссийского масштаба в нашей республике проходят впервые. В столице лучшие наездники страны. Для них есть все условия. Тёплый манеж и качественный грунт. Однако так было не всегда. Раньше спортсмены занимались зимой на улице. Не было крутого манежа. Мало лошадей было. Сейчас у нас порядка 50 лошадей в школе. Тоже очень хорошо, потому что раньше было и 2.30 набиралось. И вот результат. В этом году среди татарстанских спортсменов впервые появились мастера спорта. Было очень тяжело, конечно. Для этого требуется набрать определенное количество баллов, определенное количество процентов, но конкретно в выездке. И статус соревнований должен быть либо всероссийский, либо международный. Всероссийские соревнования по конному спорту в Казани продолжатся и завтра. Представители нашей республики имеют все шансы оставить заветные кубки в Казани. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Далее более подробно о спорте, о погоде. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Татарстанские лыжники открыли зимний сезон. Всероссийские соревнования в Кубках Акасии стартовали в Восточной Сибири. Члены сборной России, студенты по Волжской академии спорта Кирилл Вычужанин и Сергей Ардашев стартовали в поселке Вершина Тёи. Всего на турнире принимает участие почти 450 лыжников. Сергей Ардашев стал вторым на дистанции 10 километров классическим стилем, а Вычужанин закрепил стартовый успех на дистанции 1,5 километра свободным стилем. Там же в Хакасии пройдет и первый этап Кубка России. Эти соревнования станут следующим стартом сезона для татарстанских атлетов. Тем временем возобновились продажи билетов на чемпионат мира по футболу в России. Интерес к турниру после проведения финальной жеребьевки только растет. За первые сутки продаж болельщики со всего мира уже запросили более миллиона трехсот тысяч билетов. Текущий этап продаж продлится до 31 января. В рамках данного периода болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матч-открытия и финала, а также иные билетные продукты. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается заявка. У всех будут равные шансы на успех независимо от даты отдачи. И в завершении к футболу российскому. Рубин продолжает подготовку к матчу 20-го тура чемпионата страны с командой СК Хабаровск. Встреча состоится 9 декабря на Казань-арене и станет заключительной для нашей команды в 2017 году. А пока все футболисты проводят тренировки на клубной базе Рубиновых. Встречу между нашей командой и СК Хабаровском обслужит бригада арбитров во главе с 41-летним Игорем Федотовым из Москвы. Напомню, что после 19 туров казанцы идут на 12-й строчке в турнирной таблице. Игру в субботу в 16.30 вы сможете посмотреть на нашем телеканале. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево ожидается такая же облачная погода. Пройдет снег и 3 градуса ниже нуля. На северо-востоке, Межнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Пасмурно и Снежно, минус 3. На севере республики Мензелинске, Агрызи, Менделеевске также пройдет снег, синоптики обещают 2 градуса ниже нуля. На северо-западе республики Варске, Кубмаре, Балтаси местами пройдет снег и 4 градуса ниже нуля. Жители юго-запада республики ожидают пасмурная и снежная погода. Температура воздуха от 3 градусов до 6 мороза. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, синоптики также обещают снег и 3 градуса ниже нуля. В последующие дни немного подморозит. На дорогах будет гололедиться, будьте предельно внимательны. И, конечно же, без осадков не обойдется. И еще одна интересная информация. Фермерское хозяйство Лутфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы, гуся, утки, булларда, индейки и бройлера. Деревенское мясо птицы и субпродукты Восиного Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмара. Кукмарский завод металлопосуды и один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В Казани ожидается облачная погода, пройдет снег. Температура воздуха минус 2, минус 4. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%. В утренние часы ожидается магнитная буря. Берегите себя. Санаторий Бакирова одна из ведущих здравниц Сатарстана. Известны далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудо-действенный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстанской Швейцарии. Да, слов нет. Питание суда, шведский столб, комфортные переходы. Моцесска и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.